Авиакатастрофа в США Большой брат следит за бразильцами. Новые откровения Эдварда Сноудена попали в латиноамериканскую прессу. Египет лихорадит. Армия против исламистов. Политический кризис грозит перерасти в новое гражданское противостояние. Самолет южнокорейской компании «Азиана» разбился при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско. По данным представителей спасательных служб, два человека погибли, 180 пострадали. Боинг-777 выполнял рейс из Сеула и загорелся, заходя на посадку. По информации южнокорейских властей, погибшие две 16-летние китайские школьницы. Ранения восьми взрослых и двух детей квалифицированы как очень серьезные. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в одной из больниц города. Всего на борту самолета находились 292 пассажира и 16 членов экипажа. «Самолет летел очень быстро, а затем я увидел искры в одном из двигателей. Когда он коснулся земли, его развернуло на 360 градусов, сразу повалил дым и начался пожар». У лайнера целиком оторвало хвостовую часть. Самолет загорелся, но большинству пассажиров удалось эвакуироваться до того, как салон охватило пламя. Тем временем в компании «Азиана» утверждают, что двигатели лайнера были в порядке и вообще судно было довольно новым. На данный момент мы можем сказать, что проблем с самолетом Boeing 777-200 или его двигателем не было. Сам лайнер был куплен в марте 2006 года. По меньшей мере, один человек стал жертвой жизнодорожной катастрофы в Канаде. В городе Лак-Мегантик в штате Квебек сошел с рельсов и взорвался состав из 73-х с сырой нефтью. В районе крушения возник мощнейший пожар. Огнем уничтожены более 30 зданий. Состав следовал из США в канадский Нью-Браунсвик. По словам представителя транспортной компании, поезд мог быть неуправляемым. По крайней мере, машиниста обнаружили в отеле. По сведениям железнодорожников, он сделал все строго по инструкции, остановил состав и отправился дожидаться сменщика. Поезд же по неизвестной причине покатился в сторону Лак-Мегантика. Местные власти эвакуировали около тысячи человек, значительную часть населения небольшого городка. При этом, по данным местных СМИ, десятки горожан числятся пропавшими без вести. В городе постоянно берут пробы воздуха на предмет обнаружения токсичных веществ. То, что произошло, по-настоящему шокирует. Мои мысли и молитвы всех канадцев с жителями Лак-Мегантика. Я выражаю свои глубокие соболезнования в связи с этой трагедией. Миллионы бразильцев стали объектами слежки со стороны американских спецслужб. Только в январе прошлого года Агентство национальной безопасности получило доступ более чем к 2 миллиардам сообщений и телефонных звонков граждан этой южноамериканской страны. Об этом пишет журналист британский Guardian Глен Гринволд в бразильской газете «Оглобо». Автор ссылается на данные, переданные бывшим сотрудникам американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. По его информации, американские спецслужбы контролировали телекоммуникационные сети Бразилии. Продолжение шпионского скандала у моей коллеги Нины Шамуге. Большой брат следит за тобой. Бразилия, Россия, Китай, Иран и Пакистан в центре внимания спецслужб США. Новые скандальные данные о незаконном сборе информации вновь просочились в прессу. Разоблачитель все тот же, неуловимый Эдвард Сноуден. За последние сутки четыре латиноамериканские страны подтвердили готовность приютить антиамериканского героя. Вслед за Никарагуа и Венесуэлой, выступившими практически одновременно, это решение подтвердили в Эквадоре. Не остался в стороне и обиженный на США Эва Моралес. Президент Боливии заявил о предоставлении убежища Сноудену из гуманитарных соображений. «Я хочу сказать американцам и европейцам, что в знак справедливого протеста мы предоставим убежище этому молодому гражданину США, которого преследуют его соотечественники, если он нас об этом попросит. Мы никого не боимся». Протест Моралеса вызван инцидентом с его самолётом. Лайнер вылетел из Москвы и совершил вынужденную посадку в Вене. Сразу несколько европейских стран отказались предоставить воздушное пространство. Причина – подозрение Запада, что на борту номер один находился Сноуден, якобы вывезенный Моралесом из России. Беглого агента в самолёте не оказалось. Да и сам Сноуден к властям Боливии за спасением не обращался. По мнению экспертов, наиболее реальным и комфортным для самого Сноудена может стать решение перебраться в Венесуэлу. Президент этой страны Николас Мадуро чётко заявил – беглеца ждут на родине Боливара и Чавеса. Там он мог бы скрыться от преследования Вашингтона. Ответ Сноуден должен дать до понедельника. В Москве считают, что нужно соглашаться. Венесуэла ждёт ответа от Сноудена. Это, возможно, его последний шанс получить политическое убежище. Иначе ему останется жениться на Ане Чапман. Завидный американский жених для провалившейся российской шпионки вот уже две недели, по официальной версии, находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Сноуден, может, и рад был бы принять предложение Аны Чапман остаться в России. Но президент страны Владимир Путин поставил условие – прекратить вредить Соединённым Штатам. После чего бывший американский агент от планов поселиться в Москве отказался. Тем временем одна из никарагуанских газет опубликовала письмо Эдварда Сноудена, написанное предположительно в Москве. Ведь датировано оно 30 июня. В нём беглец просит политического убежища у официального Монагуа, поскольку считает невозможным справедливый суд в США. Там его могут приговорить к пожизненному заключению или даже к смерти за шпионаж. О том, что Никарагуа может предоставить убежище Сноудену, заявлял президент Даниэль Артега. Правда, он оговорился, что предоставит разоблачителю американских спецслужб убежище, если позволят обстоятельства. Какие именно, президент не уточнил. Нина Шамугия, РТВАЙ. Радикальный исламский проповедник Абу Катадо, депортированный из Великобритании, доставлен в Иорданию. Здесь он был заочно приговорён к пожизненному заключению за подготовку терактов. Сейчас его ожидает повторный процесс по этому делу. Абу Катадо был арестован в Великобритании по запросу Иордании. Однако в январе 2012 года Европейский суд по правам человека наложил запрет на его экстрадицию. Суд посчитал, что в королевстве против него якобы могли быть использованы показания, полученные под пытками. Лондон согласился на депортацию, когда между Великобританией и Иорданией был подписан договор, гарантирующий, что подобные доказательства на новом судебном процессе применяться не будут. «Думаю, что не только у меня кровь скипала от возмущения. Этот человек не имел права находиться в нашей стране. Он представлял угрозу для нашей страны. Пришлось потратить столько времени на его депортацию, но мы сделали это. Он в Иордании. Прекрасная новость». Египет пока остаётся без премьер-министра. О назначении на этот постах с главой МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Бородея успели сообщить местные СМИ, но против его кандидатуры резко выступила салафистская партия Аннур. Тем не менее, представитель временного президента Египта считает Эль-Бородея наиболее логичной фигурой на посту главы технического кабинета. Так или иначе, пока новые власти Арабской республики не могут сказать, когда будет достигнут компромисс по кандидатуре премьер-министра. Страна фактически разделена на двое вооружённые силы, сыгравшие ключевую роль в свержении Мухаммеда Мурси. Не скрывают, что в случае обострения примут сторону противников братьев-мусульман. Президент встретился с несколькими кандидатами. Доктор Бородей был одним из них, но дискуссии продолжаются. Нашей ситуации нет места шантажу и давлению. Наш выбор сделан на основе профессионализма, потому что нам необходимо кризисное правительство, способное работать в нынешних обстоятельствах. Тем временем Иран впервые отреагировал на события в Египте. Представитель МИД Исламской республики назвал свержение военными и демократически избранного президента Мухаммеда Мурси неправильным. При этом в Тегеране признают, что ситуация в Египте была неоднозначной и теперь стала ещё сложнее. С одной стороны, президент-исламист Мурси был избран демократическим путём, с другой он и его соратники показали себя неэффективными правителями. Вслед за иранским МИДом события в Египте прокомментировал президент России. Находясь с необъявленным визитом в Казахстане, Владимир Путин отметил, цитирую, «Сирия уже охвачена гражданской войной, как ни печально, и Египет движется в том же направлении. Хотелось бы, чтобы египетский народ избежал этой участи». Конец цитаты. Российский лидер прибыл в Астану из Казани, где в субботу принимал участие в церемонии открытия летней универсиады. Ранее о планах российского президента посетить Казахстан официально ничего не сообщалось. Как пояснил пресс-секретарь Путина, визит связан с прошедшим в субботу празднованием дня рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но обсудили главы государств вопросы двустороннего сотрудничества. Один из блоков – космос и грозящие экологии Казахстана аварии на Байконуре, арендуемом в России космодроме. Речь, видимо, идёт о взорвавшейся ракете-носителе «Протон», после чего в небе образовалось ядовитое топливное облако. И вновь египетская тема – массовая акция молодёжных, политических и общественных движений под лозунгом «Законность народа», стартуя сегодня в крупнейших городах Арабской Республики. Об этом сообщил телеканал Sky News «Арабия» со ссылкой на заявление Координационного комитета народной инициативы 30 июня. Демонстранты, как ожидается, пройдут маршем в сторону площади Тахрир, где с субботы собираются активисты, заявившие о намерении защитить народные завоевания 30 июня и завершить цели революции. Идея провести акцию «Законность народа» возникла после массовой манифестации в поддержку экс-президента Мурси в минувшую пятницу. Лидеры исламского движения «Братьев-мусульман» призывали защитить избранного президента. Когда демократический процесс уничтожают, а выборы наряду с Конституцией не имеют никакой ценности, это приводит к разочарованию и, как следствие, к насилию. Результатом станет поражение для всех, включая западные державы. На этом фоне прокуратура Египта постановила задержать шефа Каирского бюро катерского спутникового телеканала Аль-Джазира. Ему инкриминируются действия, представляющие угрозу национальной безопасности и гражданскому миру. Ранее полиция провела обыски и задержания в офисе телеканала, который вещает из Египта. Руководство обвинили в том, что канал вещает без специального разрешения властей, нарушая таким образом законы Египта. Меры против каирских представителей Аль-Джазира были приняты после того, как военные отстранили от власти президента исламиста Мухаммеда Мурси. И в продолжение темы, коротко о других важных новостях. Неизвестные сегодня утром подорвали газопровод, поставляющий египетское голубое топливо в Иорданию и Израиль. Инцидент произошел на севере Синайского полуострова. Таракты на этом участке прекратились после избрания президентом Египта Мухаммеда Мурси. После его свержения исламисты заявили, что будут бороться с новыми властями. Сирийские повстанцы взорвали бомбу рядом с блокпостом Ливанской армии, установленным на въезде в пограничный город Хермель. Ранения получили двое военнослужащих. Еще несколько взрывных устройств удалось разминировать. Хермель считается одним из оплотов шиитской группировки Хизбалла. Взрыв в пакистанском Лахоре. По меньшей мере, четыре человека погибли, около пятидесяти получили ранения. По имеющейся информации, бомба с часовым механизмом взорвалась на оживленной торговой улице. Среди убитых пятилетняя девочка. Серия взрывов прогремела в буддистском храме в индийском штате Бехар. Пострадали два человека. Бомба сработала в 5.30 утра по местному времени. Затем последовали еще шесть взрывов. На место происшествия прибыли полиция и саперы. Они обезвредили еще две бомбы. Пострадавшие, буддистский монах и паломник, доставлены в близлежащие больницы. Россия может предложить Франции поставку вертолетов К-52К «Аллигатор» для оснащения третьего и четвертого вертолетоносцев «Мистраль». При этом сам вертолет еще только создается. Морская модификация «Аллигатора» появится лишь в 2014 году и должна заново проходить испытания. По мнению российских экспертов, оснащение французских вертолетоносцев машинами К-52К существенно повысит их боевой потенциал, а значит и экспортные возможности. Предполагается, что «Аллигатор» в будущем станет базовой моделью вертолета для российского военно-морского флота. В Крымске состоялась церемония открытия мемориала в память о жертвах разрушительного наводнения. Автор мемориала «Стена плача» известен краснодарский скульптор Алан Карнаев. Памятник представляет собой изломанную стену с бронзовой фигурой скорбящей женщины-матери. Он был создан на пожертвование. Мемориал обращен в сторону реки Адагум, которая минувшим летом затопила город. В центре Крымска прошел траурный митинг. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. В ночь 6 на 7 июля 2012 года в результате крупнейшего в истории края наводнения в Крымске погибли более 150 человек. Город будет жить, развиваться. Жители будут работать, расти детей, верить, любить, надеяться и помнить все тех, чьи жизни унесла беда. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин